Я обрабатываю конверт, и не взирая на то, что победитель финально у нас один, было все-таки несколько проектов, которые жюри не отметить не могло. И, естественно, проект, который, наверное, больше всего всем запомнился, который все просто полюбили с первого слайда, это был проект Scampax, который получил приз зрительских симпатий. Парни, молодцы! Пригодите нам все хакатоны, отвечаю вам, всех вас не хватает. Еще один проект, который обязательно нужно отметить, который несет очень серьезную такую социальную нагрузку, социальную ответственность, потому что эта тема актуальна, важна, и мы надеемся, она будет развиваться и дальше эта тенденция там не заглокнет. Этот проект называется StopCore, который позволит все-таки там, как социальный проект, вывести на чистую воду там всю вот эту модную рыбку, которая там плавает. Это важно, ребята, продолжайте делать то, что вы делаете. И у нас было, у жюри было два кандидата на победителя. И прям там и шла очень серьезная заруба и очень серьезные, на самом деле, споры. Но я должен сказать, что победитель все-таки у нас один, и этим проектом, благодаря, не в последнюю очередь, Артему Бородотюку, был выбран проект Imagency. Ну, ну, ребята, вы придете сюда, вам наши поздравления, и я бы, наверное, попросил, если Артем готов сказать два слова, почему именно этот проект. Хотя второй я обязательно назову это голосовой и текстовый бот, очень крутое решение парни, очень солидное, но все-таки было что-то, что зацепило жюри в Imagency чуть-чуть больше. Ну, вообще, я хотел сказать, что круто, что было сразу два стены в проектах. Умноплот молодцы, ребята, очень круто, и на самом деле, может, вы даже заработаете больше денег, потому что у вас, то, что вот единственное нас перебороло, это мы, во-первых, видим большой тренд вообще вот именно этой ниши, Machine Learning, Deep Learning и так далее, когда мы там и Леша были в Штатах, просто все про это говорили, мне кажется, что надо просто слово Deep Learning, Machine Learning добавлять в любой стартап, и ты сразу такой секси-стартап, все фонды, инвесторы все это хотят и любят. Это не шутка, действительно, многие фондов переориентируются на вот эту тему. Раз. Два. Здесь нишевый сервис, и я всем рекомендую, кто хочет заниматься SaaS'ами, прочитать книжку, вообще, в принципе, это как Библия SaaS'ов, Джеймсона Лемкина, From Possible to Inevitable, обязательно запишите, купите себе на Амазоне с 10 баксов эту книжку, прочитайте, изучите ее наизусть. И вот там очень важно найти очень узкую и четкую нишу. Здесь она просто априори есть, это ниша тех людей, которые занимаются, собственно, машинным обучением, и это большой второй плюс. Третье, это то, что, ну, как-то команда выглядела, практически, ну, вы ничего не продавали, практически, как-то, и так оно все выглядело, что круто, вы просто сделали там сервис-продукт, ребята за мной будут тоже классные, но все-таки немножко такая была продажная штука. Но при этом, мне кажется, что вам нужно, ну, делать эту историю, но найти SEO. Ну, SEO, который я имею в виду, вот всегда нужно в проектах, вот такое мое мнение, три человека. Продукт-оунер, который знает, что делать, CTO, который знает, как делать, и по менеджменту, и по архитектуре, и по технологиям. И третий человек, это SEO, который знает, как это продать, который возьмет и построит маркетинг, продажи, customer success, и все, вот это вот достаточно геморройную историю с людьми. Вот, и в самом начале должен быть продукт-оунер. Ну, вот мне кажется, что у вас есть продукт-оунер, возможно, вы, кто-то из вас там CTO, и вы CTO, и вам нужен кто-то, кто будет делать маркетинг, продажи. Ну, вас видно по презентации, что, как бы, это, ну, это нормально. Поэтому вы реально неплохой проект, я даже удивлен, какие у меня будут два таких сильных проекта появились. Так что круто. Поздравляю, ребята. Ну, что, ребята, наше поздравление еще раз. Вам эти аплодисменты, вы, аплодисменты всем, естественно, нашим участникам, кто не сдался, и кто воевал до последнего дня. Вы, как торжественные победители, вам нужно больше САСов, поэтому мы вам дали сертификаты на все САСы из нашего портфолио, или на почти все. Вот, и самое главное в завершении, ребята, приходите, делайте, пробуйте, потому что без этого ничего нового не получится. Даже если это совершенно безумные идеи. Всем ура! В том зале ваше завершение ждет пиво, пицца и куча обсуждений, что кто хотел сделать, что у кого не получилось, и почему выиграли они, а не мы, и что мы будем делать дальше. Поэтому всем круто, всем спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ